Всем доброго дня! Сразу к делу задавали вопрос, а чего у меня такой высокий лаз сантиметров 40 от земли? Ну я уже от себя добавлю, почему он еще такой большой? Потому что для кур достаточно, ну в два раза это точно меньше, там вроде 20 на 20 достаточно, а у меня 50 на 50, если я не ошибаюсь, или 40 на 40, не помню. А высота у меня от земли где-то сантиметров 40. Вкратце, чтобы было понятно, я это сделал для того, чтобы не задувало туда ветер, потому что у нас в Ленинградской области есть не только лето, но и зима. А еще бывает, если я не буду чистить там снег, в старых видеох это и есть, то снег у меня поднимается в аккурат до этого лаза. Вот здесь немножко больше говна, чем обычно, не только потому что теперь, потому что я вчера убирал курятник, кому интересно, посмотрите. Лапа мне не даст собрать, как говорится. А почему он такого большого размера? Потому что я еще планировал раньше под индюков на круглый год. У меня в принципе сделаны такие лозы, вот видите, заколочено вот здесь, например, да? Тоже, он точно такого же размера большого, чтобы были индюки, я просто не знал, где они будут жить, и куры. Но с финансовой точки зрения, мне кажется, индюков круглый год держать неинтересно, я верю, невыгодно финансово, легче брать весной. Это, на мой взгляд, подчеркиваю, это мой субъективный взгляд, потому что это не последняя инстанция, как я и говорил. И осенью уже колоть. Ну, разговор у нас о лазе. Вот я видел, что лаз делали еще выше, то есть где-то метр даже, побольше, полтора. Но там надо делать уже деревяшечку, если делать выше, спуск такой будет. Оп. Палочка и такие промежуточки. Ну, сейчас они прекрасно запрыгивают. Еще мне был задан вопрос, говорит, а если курица себя плохо чувствует, она же туда не запрыгнет. Вот если она себя плохо чувствует и туда не запрыгивает, я ее не лечу. Точнее, я ее лечу одним способом. Секир-топор или секир-нож. Два варианта. И компостная яма, потому что я не дожидаюсь, пока она будет мне заражать всех остальных. Это касается вообще всех. У нас, кажется, здесь не институт благородных девиз, да, Петя? Девочек-то, может быть, и много. На всех тебя не хватит, как говорится. Но ты справляешься пока более-менее. Хотя, видите, такой вот он уже старенький, старенький, конечно, у меня. Переживет эту зиму, буду очень рад. Всем хорошего настроения. Не судите строго. До свидания.